Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рахленко и Людмила Татарова. Вы смотрите программу День веков хронограф. 20 сентября 1900 года родился Николай Тимофеев Рисовский, советский естествоиспытатель. Еще в студенческие годы Николай Владимирович начал свою научную и педагогическую деятельность. Предметом его исследования стала генетика. В 1925 году он с молодой женой Еленой Александровной выехал в научную командировку в Германию, где прожил до 1945 года. Работая в пригороде Берлина, Тимофей Рисовский выполнил основные свои научные работы, принесшие ему мировую известность. В 20-30-х годах Берлин был центром русского зарубежья. Тимофей Рисовский активно участвовал в его жизни. Читал лекции в Русском вольном университете для русских эмигрантов, встречался с Сашмелевым, Зайцевым, Буниным, Теффи. Николай Владимирович всегда оставался русским патриотом и оставался подданным СССР в течение всей войны. Западные историки науки недоумевают, почему он, зная, что возвращение в СССР может стоить ему жизни, не эмигрировал в Америку или какой-нибудь из стран Западной Европы. На этот вопрос лучше всего ответить словами самого Николая Владимировича «Я русский и не имею возможности изменить этот факт». Эмиграция воспринималась бы как бегство, признание собственной вины, а Николай Владимирович не совершал никаких преступлений перед Родиной. Он был осужден на 10 лет за невозвращение на Родину. Через два года его перевели в военный исследовательский центр под Свердловском. За годы работы в секретном институте Николай Владимирович развил новую область биологических исследований – радиационную биоценологию, изучающую анализ распределения, накопления и передвижения радиоактивных изотопов в биологических системах. В 1955 году Тимофеев Рисовский после освобождения работал в Институте биологии Уральского филиала Академии наук СССР. Затем в 1964 году был приглашен в Обнинск, где в Институте медицинской биологии он организовал и возглавил отдел радиационной генетики и общей радиобиологии. В 1956-68 годах он организовывал неформальные семинары и летние школы по генетике и теоретической биологии, которые привлекли к генетике и эволюционной теории многих молодых биологов. Тимофеев Рисовский обладал исключительными ораторскими и артистическими способностями, был блестящим лектором и рассказчиком. Несмотря на мировую славу, Тимофеев Рисовский фактически до самой смерти жил в ссылке. Его подозревали в сотрудничестве с нацистами. Реабилитирован он был лишь в 1992 году. Его биография привлекала многих. В 1987 году в журнале «Новый мир» вышла художественная биография Тимофеева Рисовского, повесть Даниила Гранина «Зубр». О нем снят фильм-трилогия. ЮНЕСКО объявила 2000 год годом Тимофеева Рисовского. 20 сентября 1922 года в Харькове родился Григорий Пожинян, будущий поэт и писатель. Его отец был директором института научно-исследовательских сооружений, мать – врачом. В 1939 году Пожинян окончил среднюю школу. Ушел служить в срочную службу на Черноморский флот. Воевать начал в первый день войны в первом особым диверсионном отряде. Первый взорванный мост – Варваровский в Николаеве, последний – в Белграде. В августе 1941 года группа моряков под командованием Пожиняна сумела отбить у немцев водопроводную станцию и подать в Одессу воду. Почти все моряки в этой операции погибли. Пожинян был ранен, но его посчитали погибшим. В Одессе был поставлен обелиск, на котором среди имен погибших ошибочно значится и его имя. Он был дважды ранен и один раз контужен. Начал войну краснофлотцем, закончил капитан-лейтенантом. В военные годы Григорий Михайлович начал писать стихи. В 1946 году поступил в литературный институт имени Горького, который окончил в 1952, откуда его два раза исключали за поддержку опальных друзей и учителей – Антокольского и других. Первой книгой Пожиняна был сборник стихов «Ветер с моря», вышедший в 1955 году. Пожинян написал около 50 песен, многие из которых стали популярными, например, «Два берега», «Песня о друге» на Мамаевом кургане. Он выпустил четыре пластинки песен и стихов, участвовал в создании четырех кинофильмов. Сегодня, 20 сентября, вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день произошло много интересных событий в области науки, изобретений и культуры. О некоторых из них мы и расскажем вам. 20 сентября 1826 года в Москве произошла первая встреча императора Николая I с Пушкиным. Находившийся в ссылке в Михайловском поэт обратился к Николаю I с просьбой разрешить ему выехать в Москву, Петербург или за границу для лечения. Император же распорядился, чтобы Пушкина доставили к нему лично. Беседа продолжалась два часа. Александр Сергеевич признался, что встал бы в ряды мятежников в декабре 1825 года. Рассуждал о необходимости реформ. Говорил поэту и о поэзии, до которой императору никогда не было дела. До этой встречи Николай I знал Пушкина только как известного сочинителя вольных стихов. Но об этой встрече в тот же день император отзовется так. Я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России. Он представил Пушкина своим приближенным, как прощенного и своего поэта. От общей цензуры поэт был освобожден. Теперь цензором стал сам император. А вот за границу Пушкина так и не пустили. 20 сентября 1834 года в Москве на площади Тверской заставы около Белорусского вокзала состоялось открытие триумфальных ворот в честь победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Автор монумента – архитектор Осип Бове. Напомним, что согласно первому генеральному плану реконструкции Москвы, утвержденному в 1935 году, триумфальная арка подлежала сносу, который начался в июле следующего года. На счастье нашлись энтузиасты – студенты Московского архитектурного института Владимир Горбачев и Евгений Беневолинский, которые буквально днем и ночью в спешке вели фиксацию памятника. Благодаря им, а также работникам Музея архитектуры и другим специалистам удалось составить обстоятельную документацию, позволившую позже, в 1968 году, возродить триумфальную арку в ее первозданном виде на Кутузовском проспекте. 20 сентября 1862 года в Новгороде был открыт другой великолепный памятник-монумент, посвященный тысячелетию крещения Руси. Памятник должен был отображать все исторические этапы. Был объявлен конкурс. Совет Академии художеств из представленных 52 проектов лучшим признал работу молодого художника Михаила Микешина. Решетка, рельефы и 129 фигур памятника были изготовлены в литейных мастерских Санкт-Петербурга и по Неве, и Волхову переправлены в Новгород, где на Софийской площади Новгородского Кремля началась сборка. Монумент получился внушительно. Высота около 16 метров, диаметр гранитного постамента 9 метров, высота скульптурных групп 3,7 метра. Автор проекта памятника художник Микешин был награжден орденом Святого Владимира четвертой степени и пожизненной пенсии. А теперь мы расскажем вам о погоде. В этот день в разные годы и века. 20 сентября 1904 года Россию сковала стужа. В Москве температура понизилась почти до 5 градусов мороза, в Оренбурге до 2 градусов. В этот день в 2000 году сильные ветры дули в Мурманской области до 25 метров в секунду и Ненецком автономном округе до 38 метров в секунду. Сегодня 20 сентября наша программа «День веков хронограф» подходит к концу и самое время рассказать о народном календаре. 20 сентября называется днем Сазонта или Астафьевым днем. И знаменит он именно ветрами. По направлению дующего в этот день ветра судят о предстоящей погоде. На Астафье примечай ветры. Северный к стуже, южный к теплу, западный к мокроте, восточный к ведру. Если на Астафье тумана тепло и по проулкам летит белая длинная паутина, то осень будет благоприятная и снег нескоро выпадет. Ветряк дует всяк, дуют ветры листобои. С вами была программа «День веков хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие. Каждый день – это событие.